Министр просвещения России Сергей Кравцов и глава Карачаева Черкесии Рашид Тимресов обсудили вопрос с изложением в учебнике истории России для 10-11 классов исторического факта депортации ряда народов СССР, в числе которых был и репрессированный карачаевский народ. Было отмечено, что уже больше недели над этой темой работает рабочая группа, в которую вошли главы субъектов, чьи народы были репрессированы, и руководство Министерства просвещения России. Позиция рабочей группы была доведена до автора учебника Владимира Мединского, который согласился и сообщил, что данная глава была взята без изменений из предыдущих изданий и заверила готовность привести ее в порядок. Все предложения по внесению изменений в указанную главу учебника будут согласованы с рабочей группой. «Многонациональный народ нашей страны, в том числе и представители репрессированных народов, во все времена истории вставал единой стеной, чтобы защищать родину в годы Великой Отечественной войны. Представители репрессированного карачаевского народа наряду с другими мужественно защищали родное отечество. Сейчас наши военнослужащие тоже выполняют одну общую задачу в зоне проведения СВО. «Многонациональность – это всепобеждающая сила России», – говорит президент Владимир Путин. На этом строится и единая государственная национальная политика. Репрессии в отношении народов всегда характеризовались президентом как несправедливость и преступление. Рашид Тимрезов считает недопустимым искажение исторической правды о репрессиях, которым подверглись представители целых народов, и выразил благодарность министру просвещения за решительную поддержку в данном вопросе. «Уверен, наши дети будут учиться на точных формулировках и получать объективные знания о героическом прошлом многонационального народа нашей Великой Родины России», – отметил глава Карачаева Черкесии.